Всем привет! На канале Реальная Журналистика, программа «Что произошло» мы пока еще имеем возможность видеться с вами, и потому в студии сегодня я, Евгений Анисимов. Хотя, честно сказать, работать становится все труднее и труднее. На днях мы должны были посетить город Верхний Салда, где находится гордость отечественной промышленности Титановая долина. Прикол в том, что слово «гордость» здесь обязательно нужно взять в кавычки, ибо миллиарды в проект ввалены, а по факту там чистое поле. Но нашу съемочную группу опередили областные чиновники, они так запугали всех возможных респондентов, что и снимать в городе стало просто нечего. А вернее некого. И потому мы сегодня поговорим о том же, как все-таки развивается наша промышленность, как с колен России матушка встает под руководством либерального правительства Медведева-Силуанова. Итак, поехали! Начнем с флагмана отечественной оборонной промышленности «Уралвагонзавода». Именно отсюда в свое время началась русская весна и последующий за ней взрыв патриотизма. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция или сейчас, как она называется, полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Сегодня здесь вроде бы выпускают танк «Армата». Однако в каком количестве, никто сказать не может. Мы только на парадах его и видим. В реальности же «Уралвагонзавод» не может выпустить даже трамваи в достаточном для России количестве, и по приемлемой цене. Уже несколько лет предприятие трясет. Рабочие митингуют и судятся с предприятием за зарплату. Пытаются пробиться к президенту, но все это, похоже, бесполезно. Мы будем бороться дальше за зарплату, продолжать за зарплату, вплоть до того, что дойдем до президента. Но сейчас идет наш второй этап, наверное, в суды и обратимся сначала. А это городок Надвоицы в Карелии. Эта информация прорвалась на государственное телевидение. На Надвойском алюминиевом заводе началась консервация мощности электролизного производства. Может быть, я чего-то не понимаю, а в 50-е годы эти заводы точно строились для американских потребителей? Или как? Стране алюминий вообще не нужен? Кстати, почти все крупнейшие алюминиевые заводы в России остановлены. Богословский завод стал пять лет тому назад. Сейчас и цеха уже снесли. А в Каменске и Уральском завод все грозится встать из-за отсутствия американских запчастей. Какой-то дурдом. Причем тут вообще американские запчасти? И что нам, самолеты не нужны? Не так давно уральские авиалинии показали свой первый совсем новый самолет. До этого заморский утиль закупался. Да ешкин кот, это же А321. И он никак не российский. Значит, авиация наша тоже с колен встала. Кстати, а как конкретно мы встаем с колен? Сейчас расскажу. В минувший четверг утром судебные приставы приостановили деятельность убойного цеха птицефабрики Среднеуральская. Судебные исполнители опечатали канализационные трубы и обесточили насосы. Без работы которых убой птицы просто невозможен. Они исполнили решение суда от 8 августа о прекращении сброса отходов Малептское болото из-за отсутствия очистных сооружений. Самое интересное, что птицефабрика нашла 200 миллионов рублей на строительство новых очистных сооружений и просила судей и приставов об отсрочке. Но судьбы 800 работников волнует дармоедов, живущих за их счет, только не слишком сильно. И потому производство потеряно. Таким образом, в России за последние 20 лет было закрыто более 35 тысяч промышленных предприятий разного калибра. За следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира – абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а в качестве иной розы, построенный на инвестициях, передавая технологиями, на повышение эффективности, на создание современной инвестиции. Мы одинаково понимаем, то какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать технологическое отсталость, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. А, кстати, чем живут чиновники по всей России? Об этом в нашей постоянной рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой. Рейтинг стабильности регионов назвал 10 губеров, которые рискуют потерять свои места уже этой осенью в зоне риска главы Санкт-Петербурга, Алтайского края, Республики Башкортостан, а также Ставропольский, Астраханский, Волгоградский, Курский, Липецкий, Мурманский и Челябинский губеры. Звезда всех рейтингов, регулярный участник нашего топа губеров Андрей Воробьев никак не может наладить жизнь в Волоколамске. Облако газов скопилось на 100%. Недавно там на полигоне порвалась или расклеилась пленка, сдерживающая токсичные газы. Народ готовится к новому митингу 18 августа и, скорее всего, возьмет с собой противогазы. В Якутии все, как в старые добрые времена на Руси. Жители квартала Северный выйдут на митинг, чтобы напомнить властям и особенно главе Республики Борисову, что они уже шесть лет живут, как в старину. С печками, свечками и даже без дорог. На Дальнем Востоке яркие вспышки медвежьего бума. Дмитрий Медведев посетил Дальний Восток, чем взволновал всех губернаторов региона. Обсуждать собирался социально-экономическое развитие, которое проседает во всем Дальневосточном федеральном округе. И, как говорится по-медведински, денег нет, но вы платите, то есть держитесь. А у нашего любимого главы Каменского городского округа Свердловской области Сергея Белоусова на днях был день рождения. Счастье, любви и благополучие. И хотя дата не круглая, мы все равно хотим от души поздравить вас, Сергей. И желаем вам скорее завершить свой срок и передать дела другим опытным управленцам. Будем рады вместе с жителями не видеть вас снова. Это была краткая версия программы «Что произошло» на канале «Реальная журналистика» полную версию. Смотрите в эфире Крик ТВ, записи ищите в интернете, если сможете усидеть 30 минут за компом. Да, длинновато, но зато интересно. Увидимся через неделю, надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова